Всех приветствую, дорогие братья и сестры! Сегодня, как Петр только говорил, у нас время подготовить свои сердца для вот этого дня, который мы ожидаем, когда мы будем вспоминать страдания нашего Господа. И сегодня хороший момент подумать об этом, как свое сердце приготовить, не только за пять минут придя в собрание, но заранее, даже не сегодня, это уже, можно сказать, поздно готовиться, но постоянно жить в таком готовом состоянии, чтобы наше сердце было готовое, Господь нас к этому призывает. Я хотел порассуждать, вот тема моя сегодня «Приготовленное сердце». Вот мы только что пропели гимн, где сказано «Когда я упаду на пути». Автор этой песни, он не говорит «Если я упаду, но когда, братья и сестры, у нас всех бывает, но как нам настолько приготовить себя, чтобы этот шанс был гораздо меньше, чтобы падать в таких грехах, которые мы постоянно падаем, мы можем что-то сделать, и к этому нас Господь призывает, чтобы проверять свое сердце и приготовить его. Я сегодня хотел порассуждать о жизни одного царя, или вернее, вот, не о его жизни, а больше, как это относится к нам. Это царь Раваам, если вы помните, это был внук Давида, его отец был Соломон. И он начал хорошо, он видел процветание израильского народа, у него было хорошее начало, но мы читаем очень такие грустные и печальные слова о его жизни. Давайте мы их вместе прочитаем. Это 2-е, Паралипоминон, 12-я глава. 13-е и 14-е стихи прочитаем, и немножко порассуждаем об этом царе. Почему же так случилось в его жизни? 13-й стих, 12-я глава. «И утвердился цар Раваам в Иерусалиме и царствовал. 41 год было Равааму, когда он воцарился, и 17 лет царствовал в Иерусалиме, в городе, который из всех колен израильских избрал Господь, чтобы там пребывало имя его, имя матери его, Наам, Аманитянка. И делал он зло, потому что не расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа. И делал он зло, потому что не расположил свое сердце, чтобы искать Господа». Другим словом, можно сказать, он не приготовил свое сердце. Братья и сестры, кто такой был Раваам? Я уже говорил, он был внук Давида, он царствовал тогда, когда ему царство вручено было, когда еще было все, 12 колен еще царствовали, было в одном царстве, еще неразделенное было народ, Господь хотел, чтобы народ так и бывал. Я не думаю, что Господь когда-то так хотел, чтобы народ разделился. У Господа всегда было намерение, чтобы народ приходил в Иерусалим и поклонялся, и чтобы все были вместе. Но мы знаем, это так не случилось, было разделение. Помните, когда к нему пришел народ и сказал, «Нам очень тяжело, Твой Отец очень сильно нас угнетал, очень сильно мы трудимся, нам облегчи, пожалуйста, наше страдание, нашу работу». И он сказал, приходите через три дня, я расскажу вам. Мы знаем, он посоветовался со старшими и с молодыми. Когда он подошел к старшим, они говорят, послушай их слово, «Потому что, если ты угодишь им, они останутся с тобой, они будут верны, они будут служить тебе». Но молодые сказали, ни в коем случае не прояви слабость, потому что ты должен показать свою силу, что твой мизинец крепче чресал своего отца. И вот он послушался вот этих молодых, и он, мы знаем, что произошло разделение, десять колен ушло на север, и два только осталось с ним. Но мы знаем, вот если мы прочитаем даже 11 главу немножко раньше, о нем сказано, что у него было хорошее начало, вот 17 стих, «И укрепили они царство Иудина, и поддерживали Роваама, сына Соломонова, три года, потому что ходили путем Давида и Соломона в России три года». Если читаем 12 главу, 1 стих, там сказано, «Когда царство Роваама утвердилось, и он сделался силен, тогда он оставил закон Господень, и весь Израиль с ним». Вот именно, я думаю, вот этот совет, который молодые ему дали, когда он стал проявлять свою силу, он не хотел показать силу Господню, но он хотел показать свою силу, и вот в этот момент он перестал приготавливать свое сердце или располагать свое сердце, чтобы искать Господа. Вот 16 стих 11 главы тоже говорит, что в начале народ тоже, он стремился, он располагал своего сердца, но это все изменилось, как мы только прочитали в 12 главе. Там сказано в 16 стихе, «А за ним из всех колен Израилевых расположившие сердце свое, чтобы взыскать Господа Бога, приходили в Иерусалим». Были те народы, которые приходили, те из колен Израилев, они приходили и хотели искать Господа, но это недолго осталось, потому что когда царство Роваам отступило от Господа, тогда и все остальные тоже разбежались, и Господь не стал благословлять этого царя. Как было бы прекрасно, если бы Роваам смог сохранить вот это единство всего этого народа, и он был бы благословенный такой царь, как Давид, но это не случилось. И сегодня я хотел порассуждать о том, как сегодня мы можем посмотреть, применить вот то, что в его жизни случилось к нам. Сегодня я хотел обратить внимание на эти слова, которые сказаны о нем, что он не расположил свое сердце. Как мы можем свое сердце приготовить так, чтобы у нас этого не случилось? Несколько таких вопросов я хотел порассуждать, и мы помолимся. Первое, братья и сестры, это то, я хотел задать такой вопрос себе и каждому из нас, что значит приготовить свое сердце? Что это такое? Вот если мы посмотрим на само слово «располагать», как мы здесь прочитали в 14 стихе, оно очень часто переводится как «приготовить», или другие слова это «утвердить», или «укрепить», или «настроить сердце». И мы другие стихи прочитаем, которые псалмопевец часто говорит, вот эти слова только он говорит «готово в мое сердце». Мы знаем, что когда мы смотрим немножко позже, когда мы читаем о Ездре, 7 глава, 10 стих, мы знаем, что он тоже расположил свое сердце. Его сердце было расположено к закону. Он любил Слово Божие, и он все старания прилагал, чтобы народ научить. Сказано, что он расположил свое сердце к тому, чтобы изучать закон Господень, и исполнять его, и чтобы учить его в Израиле. Вот это было расположение его сердца. Вот что значит расположить сердце, это когда мы настроены для того, чтобы исполнять Слово Господнее. Но также, что это значит для нас, это когда мы готовы изменяться, когда мы готовы принимать обличение Господнее. Тогда наше сердце будет готово. Как вот Давид, псалмопевец Давид говорит в 138-м псалме, вот такие знакомые слова для каждого из нас, я думаю, 23-24 стихи. Давид говорит, «Испытай меня и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Человек, который не расположил свое сердце, чтобы искать Господу, он не будет такой молитвой, молиться Господу, потому что он не захочет применять это облегчение. Псалмопевец здесь говорит, что мы сами по себе не способны узнать, когда мы на таком опасном пути. Господь должен нам это открыть, и мы должны быть готовы, наше сердце должно быть настроено, расположено, чтобы увидеть, когда Господь нас облегчает в этом. И знаете, верующие люди, они никогда не... Я не думаю, что кто-то из верующих людей проснется завтра утром и скажет, «Вот сегодня я хочу сделать какое-то зло против Бога, сегодня я совершу какое-то преступление, за которое меня посадят в тюрьму на 30 лет». Я не думаю, что кто-то просыпается и говорит, «Я сегодня совершу пролюбодеяние и сделаю вот это зло». Это происходит тогда, когда наше сердце не расположено к тому, чтобы искать Господа, и чтобы искать Его Слово. И очень часто бывает, что верующий начинает хорошо, как Иераваам, он начал хорошо, но прошло немножко время, проявилась эта слава и сила, которые он показал, и все это кончилось очень быстро. Второй вопрос, который я хотел задать, это когда нужно приготовить свое сердце? Когда? Когда я уже в старости лежу на одре болезни или когда, в каком моменте жизни? Когда уже я встретился с искушением или немножко раньше? Братья и сестры, мы должны приготавливаться к таким моментам намного раньше, вот как вот сейчас мы готовимся к вечере Господне, мы заранее думаем, также и мы должны готовиться заранее к таким испытаниям, потому что из жизни Давида мы знаем, что, хотя он был муж по сердцу Господу, у него было очень много трудностей, испытаний, много гнал его Саул, хотя он исполнял волю Господню поначалу, когда его помазал Самуил, он не претендовал на царство, он ждал пока в свое время, когда Господь сам его воцарит, он не гнался за царством, как Саул его в этом осуждал. И урок, который мы можем взять для себя, это то, что трудности приходят в каждую жизнь, каждого человека, но самое важное, это нам приготовиться заранее к этим трудностям и не ждать тогда, когда уже наступила эта трудность. Я хотел прочитать один псалом из жизни Давида, это 56-й псалом, два стиха, это 7-й и 8-й стих, стихи, и это происходило тогда, когда Давид был в пещере вместе с Саулом. И у него был острый меч, и он мог сделать одну из двух вещей, он мог его поразить, или он мог уйти, и, как мы знаем, какое решение Давид принял. И мы должны понять, что Давид, он не сделал это решение в тот момент, когда он держал меч, и мог поразить Давида, Саула, он это сделал гораздо раньше, тогда, когда еще Самуил только его помазал, он уже тогда решил, что он не будет претендовать на царство, раз Господь его помазал, что он будет ждать того момента, когда Господь Сам умертвит Саула. И он взял и срезал край одежды у Саула. Мы прочитаем эти два стиха, это 56-й псалом, 7-й стих. «Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали предо мною яму, и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить». Здесь очень интересно заметить два слова, «приготовлена сеть и приготовленное сердце». Это очень важно подумать об этом, потому что дьявол, он никогда не перестанет ставить сети перед нами, он всегда ищет такой момент, когда мы немножко охладеем духовно, чтобы поставить эту ловушку, поставить эту сеть, чтобы мы могли в нее упасть. Но для того, чтобы это не случилось, мы должны постоянно работать над своим сердцем. Готово сердце мое, когда готовится заранее. Саул, если бы он ждал тот момент, когда он был в пещере, и вот тогда решение принимал, это было бы уже неправильное решение. Скорее всего, давление от его военачальника и других воинов, он бы взял его и поразил. И никто бы его не обвинял в этом, но он бы знал, что он убил помазанника Господня, и он это никогда не хотел сделать. Есть такие вещи в нашей жизни, которые мы должны твердо, заранее принять решение, не тогда, когда уже трудность, а заранее сказать, когда я вступаю в брак, что никогда, ни при каких обстоятельствах я не буду говорить о разводе, потому что даже это не решение, мы об этом никогда не будем рассуждать, это заранее принимается решение или другие какие-то ситуации в жизни. Мы должны готовиться заранее к этому. И мы также должны заранее готовиться к искушениям, которые могут прийти в любой момент в нашей жизни. Но, к сожалению, многие христиане, они очень поздно начинают реагировать на эти искушения, когда уже прямо очень тяжело устоять. Слово Божие говорит нам, что Бог дает каждому выход из любого искушения. Апостол Павел об этом говорит. Это 1 Коринфянам 10, 13. Здесь апостол Павел говорит, что есть выход, есть выход, но вопрос, хотим ли мы принять этот спасательный круг, который Господь нам бросает, или мы довольны находиться в своем грехе. Апостол Павел говорит, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не поступит, а попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Хотим ли мы принять этот спасательный круг, или мы как тот человек, которому бросили круг, и он не хочет принять, потому что он думает, «Я же хорошо умею плавать, я сам спасусь», и он может потонуть, потому что он в своей гордости не хотел принять спасательный круг. И здесь Господь нам говорит, что есть выход, с любого искушения есть выход, но заранее мы должны принять это решение, что мы будем стоять, что Бог, Он верен, но мы должны свое сердце приготовить к этому. И третий вопрос, который я хотел спросить, это кто может приготовить свое сердце? Мы видим, что в жизни Раваама он не приготовил, хотя были хорошие начала, и он не подражал жизни Давида, он пошел и стал делать зло, как мы здесь прочитали. Но вообще, кто может приготовить свое сердце? Мы знаем, что сами по себе мы не можем устоять, мы не можем сами сделать без Бога. Мы должны понять, что только Бог даст нам эту силу. Девятый Псалом, 38 стих, я хотел прочитать, этот Псалом очень хорошо показывает, каким людям Господь дает это сердце, вот это приготовленное сердце. Здесь сказано, Господи, Ты слышишь желания смиренных, укрепи сердце их, открой ухо Твое. Господь слышит желания смиренных, и Он такие сердца укрепляет, Он такие сердца подготавливает, Он такие сердца готовит, для того, чтобы они могли устоять. И только смиренный человек будет взывать к Господу. И только когда мы в смирение приходим к Богу, мы сможем устоять вот в этих искушениях. И смирение, оно играет очень большую роль в том, как мы приготовляем свое сердце, потому что очень часто, когда человек впадает в какой-то, или отступает от Бога, или просто впадает в какой-то грех, это скорее всего, потому что он перестал в смирении уповать на Бога, и он стал где-то проявлять гордость, которой он говорил, я могу сам, как и Раваам сказал, я покажу силу свою над народом, я не хочу облегчить их страдания. И четвертый вопрос, как можно приготовить свое сердце, чтобы мы могли устоять вот в эти трудные испытания в нашей жизни? чтобы приготовить наше сердце, чтобы приготовить мое сердце, нам нужно всегда обращать внимание на наши мысли, на то, о чем мы думаем, и о нашей памяти, как вот псалом, псалмопевец Давид, но если мы прочитаем немножко раньше, первое послание, первое паралипоминон, когда Давид еще был живой, он написал такие слова, это 29 глава, 18 стих. Он говорит, когда он уже собрал все, заготовил для храма, все вот эти деньги, все золото, все, что нужно было для того, чтобы псалмопевец Давид, он построил этот храм, и вот под этим впечатлением он говорит такие слова, он говорит, Господи Божий Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших, «Сохрани сие навеки, сие расположение мыслей сердца народа твоего, и направь сердце их к тебе». Расположение мыслей сердца народа. Давид хотел, чтобы народ под впечатлением вот этого великого праздника, когда они готовились, что будет построен храм, пройдет немножко время, чтобы они не забывали путь, который вел Господь их от самого начала, от Авраама, когда он обещал им, как они были рабами, как Господь их вывел, и все это время Господь их благословлял, чтобы они не забывали это. Это самое важное, чтобы помнить, чтобы наши мысли, в нашем памяти было всегда вот это, вспоминали, что Господь сделал для нас, как Он нас вывел из рабства греха, чтобы мы никогда этого не забыли. Господь говорит, чтобы берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть, дел тех, которые видели глаза твои, постоянно помни, чтобы не забыл. Когда мы живем вот этими памятями от того, что Господь сделал для нас, мы будем обязательно уповать на Господа, и Он даст нам эту силу, чтобы устоять. Но мы должны помнить, что дьявол, он всегда все усилия будет использовать для того, чтобы нас отвлечь от того, чтобы мы думали о Господе. Он все старания будет прилагать, чтобы отвлечь наши мысли и наши рассуждения от Господа, чтобы мы думали о мирских вещах. Как вот мы говорили о том, что дьявол, он готовит сеть эту, но мы должны готовить свое сердце. Братья и сестры, нужно уделять много времени этому. Это не то, что вот как мы сейчас вот пришли, помолимся, потом уйдем домой и забудем про это. Подготовленное сердце, это занимает всю нашу жизнь. Это не просто то, что мы делаем по воскресеньям или раз в месяц. Это постоянный образ нашей жизни должен быть. Потому что мы живем в такое время, когда все хотят все получить мгновенно. Вот все, что ты хочешь, ты можешь напечатать на телефоне и ты сразу получишь какой-то ответ. И люди не хотят прилагать усилия, чтобы работать над чем-то. Но вот это приготовленное сердце, это как раз занимает много времени и усилия. Оно не приходит быстро. И мы иногда думаем, что вот придя в воскресенье, что задача пастыря или проповедника, это приготовить мое сердце, чтобы слышать слово. Но это не так, братья и сестры. Задача приготовить наше сердце, это мы сами только можем сделать. Проповедник, он может говорить слово уже к подготовленному сердцу, и тогда человек может принимать это слово. Мы должны сами работать над своим сердцем. И последний вопрос, это для чего нужно приготовлять свое сердце? Для чего это все нужно? И это будет как заключительное слово, и мы будем молиться, братья и сестры. Для чего мы всегда должны готовить вот свое сердце? Потому что, братья и сестры, мы готовимся, чтобы служить Господу. Пока мы живы на земле, мы должны служить Господу. И когда Он заберет нас, мы должны быть готовы стать перед Ним. в Евангелии Луки написаны такие слова в первой главе, «Дабы представить Господу народ приготовленный». И апостол Павел тоже, он говорит о невесте приготовленной, что мы, эта церковь, эта невеста приготовлена, что мы должны приготовить себя. И вот сейчас у нас есть даже это время, возможность подготовить свое сердце именно к вечере, потому что это очень ответственный момент, это не то, что делается на спешке, это то, что мы задумываемся о страданиях Господа нашего Иисуса Христа. Мы должны задуматься, мы должны уделять этому внимание, должное, чтобы рассуждать о Слове Его, рассуждать о том, как Господь страдал за нас. Потому что есть великое благословение в этом, но также есть и великое проклятие или великая опасность, если мы не испытываем себя. И знаете, братья и сестры, никто не может достойно исполнять какое-то дело, к которому он не приготовился. Вот если мы придем на работу без правильных инструментов, мы не сможем правильно работать. И если мы не приготовим свое сердце, мы не сможем исполнять то служение, которое Господь нас призвал. Братья и сестры, мы должны помнить всегда, что дьявол, он ходит, как рыкающий лев и ставит вот эти сети, потому что он ищет этого момента, когда мы не бодрствуем. Но, братья и сестры, мы должны постоянно располагать свое сердце, искать Господа, делать это не во время искушения, но заранее принимать твердое решение, что даже если мне придется умирать за Христа, что я никогда ни при каких обстоятельствах не отрекусь от Господа, потому что Он сказал, я отвернусь от тебя, если ты отрекешься от меня. И у нас сейчас есть время помолиться, давайте мы, думая о том, о чем мы слышали, чтобы приготовить свое сердце и в молитвах давайте прославим нашего Господа. Аминь. Слава Ему за все.